Дедовск Давайте посмотрим, как все происходит Уже объясняют технику, на следующую часть семинара Все организовали именно под семинар У нас стандартное мероприятие, оно проходит 2-3 раза в год Соответственно, приводчены к аттестации Ну и ребята младше у нас перенимают опыт А старшие получают все заслуженные поясы На самом деле у нас сегодня собрались все филиалы нашей федерации Федерация спортивных миноборств Тренируем здесь, у нас под Москвой, на Хабино Дедовск, Павловская Слобода, Красногорск Все представители нашей команды сегодня собрали своих детишек Которых мы возим на соревнования И вот организовали такое мероприятие Сегодня у нас 110 детей В прошлый раз было чуть побольше Некоторые приболели, некоторые еще что-то Но в целом сегодня 110 детей Я думаю, что взрослых будет человек 60 точно В целом, ну, сами понимаете, что Основной процент от ребят как-то тренируется для себя Ну, естественно, есть компетитеры Часть у нас сейчас на Невазе борются Сегодня Кубок космонавтов проводят Самые такие активные старшие спортсмены Ну и часть ребят уже присутствует здесь Кто даже сегодня кроме форума поборолся И пошел сегодня смотреть на семинар Ну, как-то так? У нас есть два, три, четыре, четыре, пять инструкторов Так что я боюсь, что люди, которые учитывают, они понимают И также, что они понимают, что они понимают Потому что они могут делать эти технику с студентами потом в гиме Так что это может быть В общем, это зависит от... Эти дети, я уже знаю, я часто их знаю. Я их очень хорошо знаю. И я знаю, что они очень хорошо, потому что мы всегда делаем семинары. Я знаю, что они следят, они следят, методологию Альянсу. Я знаю, что они нужны на self-defense. Мы всегда начнем с self-defense. И также какие-то вещи, которые могут иметь сложности в спортсмене. Кrasnavorsk является один из наших аффилиатов. У наших аффилиатов. У нас есть аффилиатов everywhere. В России, в Боргустовке и в других странах. И здесь, в Кrasnavorsk, Сергей, мой бронбелт, мой студент. Он уже с нами уже 9 лет. И мы всегда будем вместе. Он приходит ко мне, тренирует с нами. Я приезжаю к ним на семинары. И я могу видеть Сергей увеличение. И сегодня они имеют 5 гимов. Только в Кrasnavorskе. Эти 5 гимов. Он уже тренирует тренирует бонбелт. И два других бонбелт. Это аффилиат. Они очень растут. Они изучают методологию. Они практикуют методологию. Они проводят семинары. Я часто приезжаю на уровне. И здесь мы имеем 100 детей. из этих 5 гимов. Эти 5 гимов. Эти аффилиаты имеют. И потом мы имеем детства. И только сегодня мы имеем 200 гимов. из Кrasnavorsk. Регион. Это Рудус. Это Альянс. Так что, да, мы имеем очень сильную команду. Потому что наши аффилиаты. Они очень важны для нас. До сих пор как дед приехал в Россию. Мы познакомились. И где-то примерно с этого времени я занимаюсь бразильским джиу-джитсу. Вот. Выступают у нас ребята. Я выступал по спорте по джиу-джитсу. Ну, в принципе, клуб мы занимались. Постепенно из самбо мы переросли в полностью клуб джиу-джитсу. Мои ученики доросли до определенных высот. И теперь это не мой клуб. Это наши клубы. Они тоже тренируют. И теперь у нас большая организация. И это не только мои ученики. Это ученики моих учеников. Все вместе мы собираемся. Атестуемся у деда. Ну, участвуем в семинаре. Вот. Собственно, ребята многие выступают. У нас в команде есть ребята и чемпионы мира. И уже у моих учеников чемпионы мира появились. Ну, естественно, все последующие моменты. И это как в спортивных соревнованиях. То есть кандидаты в мастера, мастера спорта. Так и в бразильском джиу-джитсу. Там немного другой формат. Но тоже ребята выступают. В принципе, вот такой у нас постепенный рост. Мы потихоньку ходили в джиу-джитсу. И сейчас все эти ребятишки, это как бы наши наследники, наши ученики. Я изначально начинал тренировать самбо. И, в принципе, клуб по самбо был. Вот. Но когда познакомился с дедом, я заинтересовался просто в джиу-джитсу. Потому что было очень много интересных вещей, которые можно было применить в этом самбо. Но постепенно все больше и больше внимания джиу-джитсу перетянуло на себя. И я как бы не просто увидел перспективу в этом спорте, я увидел возможности в этом спорте. Потому что самбо или дзюдо, они так или иначе не для всех. Люди, обладая определенными данными антопометрическими, они больше имеют шансов в дзюдо или в самбо бороться. А в джиу-джитсу оказался спорт для всех. Если ты маленький и толстый, ты можешь там свое делать. Если ты длинный дрыщ, высокий, ты можешь свое делать. И в этом, как бы, оказалось большое преимущество. Это открыло, ну, практически нескончаемые возможности, да, для ребят, которые, ну, приходят, маленькие ребята, они могут найти себя. Им в один прекрасный момент не скажешь, у тебя плохой рост, ты плохо делаешь подход изнутри, у тебя никогда это не получится. Они могут найти свою борьбу, навязать свою борьбу, сделать свою борьбу. Вот поэтому такие спортивные достижения. Вот поэтому, ну, столько людей занимается. Потому что изначально мы, как бы, делаем упор на это, что вы можете найти себя. Мы говорим это детям. Ну, опять-таки, так же и по тренерам. У нас многие тренера — это не люди, которые изначально отдали жизнь спорту. Часть из них — это родители, которые стали заниматься джиу-джитсу и в дальнейшем выросли. И теперь у них свои клубы и свои чемпионы. Вот как Андрей Вячеславович, да, если переведем на него камеру. Он привел, ну, ребенка, сына своего. Он лет в 35 только начал заниматься. И сейчас вот уже ему за 40. Но у него есть своя чемпионка России, то есть он довел. Но при этом у человека нет в спортивном прошлом. Это говорит о том, что джиу-джитсу, бразильский джиу-джитсу — это спорт для всех. Каждый может найти в себе возможности. Каждый может найти в себе что-то, найти для себя что-то. Я сегодня из-за джиу-джитсу. В смысле? В Кировосток? В смысле? В Кировосток? Ну, где на детские тренировки? Ну, вот сколько я тренирую, ну, еще инструкторская деятельность. Начало с 2015 года, как спортсмен-инструктор, еще будучи сам юниором. Ну, вот уже седьмой год. Это был начал, да, с чего мы начинали. Ну, как бы, как инструктора. Наш тренер нас готовил, такой состав. А с 2017 уже профессионально, как бы, сам этим занимаюсь, этим себе на жизнь зарабатываю. Ну, и голос к этому времени как раз и выработался. В армии пригодится. Начали! У меня пары оранжевые с оранжевыми, жёлтые с жёлтыми, белые с белыми. Играет музыка Участ setер Luna Это не о том, как можете ударить, как сердце. Там тоже можно ударить. И это просто сложно для людей Видела? Какой у нас забитый мальчишка. Покажи шею. Вот так вот. Это сровное подмосковное движение называется. Во взрослых всего 4 цвета пояса. Синий, пульпурный и полученный вичарный. Но у детей больше цветов пояса. И когда он будет 16, у вас будет синий пояс. Цвет вашего пояса показывает, что вы знаете о джиу-джитсу. Это не значит, что ребята с этой стороны лучше, чем ребята с этой стороны. Если вы не получите сегодня пояс, не переживайте, ваше время придет. В нашей системе только черный пояс может давать пояса. Я знаю, что в многих других спортсменах и клубах люди не следуют этому. К сожалению, не во всех клубах этому следуют. Но мы следуем, потому что это бразильское джиу-джитсу, а не русское джиу-джитсу. Мы следуем. Здесь бразильское джиу-джитсу. Все, в принципе, приходят ради двух вещей. Это ради роллинга и ради фотографий. Это самое главное. Для этого есть новые айфоны у некоторых из наших тренировок с функцией рыбьего глаза. Ну, как-то так детская часть прошла. Готовимся ко взрослой. Будет интересно. У нас приехали еще ребята, наши знакомые хорошие. Так что сейчас будут основные моменты по технике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!